Утро доброе, интересное, необычное. Я больше того скажу, сегодня оно подлинно творческое. Да, действительно, в студии творческий Павел Савченко и Анна Шамбадал. Верно. Совсем недавно прошло вручение премии призвания артист. На одной сцене собрались самые яркие представители артистов. Музыканты, ведущие, вокалисты, танцоры, артисты оригинального жанра со всего Уральского региона. Ну и выбрали лучших. Да, и вот одним из победителей стал и наш коллега, экс-ведущий программы «Наше утро». Я думаю, что вы его все помните. Это Данил Саламатов. Доброе утро. Привет, ребят. Ну, во-первых, мы за тебя рады и поздравляем с победой. Спасибо. Во-вторых, ну и каково оно быть лучшим ведущим Урала? Ну, я сейчас, пока ехал к вам, нашел место на парковке. Я думаю, это вот ради меня оставили. Так что, вот, прям чувствую, прям, что признали, признали. Расскажи, каково это, что тебе стоило вообще, что нужно было сделать, приготовиться, какую-то программу специальную сделать? Мне приснилась идея моего выступления на призвании артистов. Боже, мы Менделеев. Все по Менделееву, да. До этого очень редко такое случалось, иногда бывает, что мозг просто работает. И тут прям идея, идея провокационная, что я настолько самый лучший, что была песня, выбранная из мюзикла «Иисус Христос, суперзвезда». Вот, но и поэтому пели «Наш Данил, суперстар, топ-10 в городе, сык ты в кар». То есть, ну, в общем, такое полустебное, полу... Я смотрю, у вас эго как бы хорошо, прям так. Ну, это, я надеюсь, что все поняли, что это на самом деле такая легкая ирония над... Ну, так это и было, это было вообще действительно интересно, потому что я там был. Это везде бывает, я знаю. Да, Паша, он хочет, чтобы я про него рассказал. Рассказай! И в самом финале не во сне уже появилась идея, что... Во сне Павел Савченко! Основная идея была в том, что я всех убеждаю в том, что я самый лучший, что это прям отдельная религия лучшего ведущего. Ну, я подумал, а кто может поверить, кто кроме... как не Паша? Вот, да, да, и поэтому мы... Потому что он сам знает, что он самый лучший, поэтому он и поверит. У нас был настоящий хор, то есть там было пять девчонок очень клевых, которые замечательно пели, да. Я уверен, это тоже. Даже я сам-то петь не умею, я просто ходил и говорил, «Братья мои, уверуйте в лучшего ведущего Уральского региона!» Вот, а девушки пели, и в конце вот среди этой толпы в золотом балахоне стоял Паша. И вот это была вишенка на торте, потому что все остальное у меня не сработалось. Вот, кстати, вот эта история, да, я, кстати, тоже, находясь там, об этом ничего не знаю. То есть ты хотел еще какие-то технические возможности использовать? У меня была в программе использована несколько больших техник, у меня была одна из версий, ну, то есть нужно показать, что я самый лучший, поэтому... У меня был большой карандаш, которым члены жюри должны были, как в скретч-лотерее, стереть фотографии других топовых ведущих, и под этой скретч-лотерее должна была оказаться моя фотография. Боже мой! Вот, но, видимо, что-то сверху сказала, типа, это слишком уже... Нагло! Ты перегибаешь палку. А мне звонит мой программист, он говорит, ничего не работает, тут техника, куча помех, у нас не работает аппаратура. Вот, и получается, что у меня остается только одна песня, я не говорю ни Паше, не говорю ни вокалиста, он говорит, мы поем с вами песню, а дальше... А дальше радуемся. Будет как будет, вот, ну, и, соответственно, полуимпровизация, я просто пошел, поговорил с членами жюри, так вот, и песня допивается, в конце снимается Балахон, там, оказывается, Павел Савченко, в какую камеру сказать, что он тоже один из лучших ведущих, да? Один из лучших ведущих уральского региона. Что ты теряешься в студию, да? Ну, да, и я говорю о том, что, да, я уверовал, я тоже ухожу из ведущих, потому что он самый лучший, и ухожу со сцены. Да, вот, собственно говоря, это было и финалом. Потом, слушай, ну, и при этом, при всем, вот давай так, все уже случилось, награды розданы, вот, кстати, это замечательная статуэтка, мы ее видим, и диплом победителя. Она очень тяжелая, кстати, уральская. Как меняется жизнь подобная победа? Профессиональная, например, жизнь. Да, ну, особо пока никак, чуть больше предложений стало. Отлично. Это я не могу не отметить, да. Чуть больше цена. Чуть больше цена, да, на 50 рублей. И чуть больше вот эта фраза, Данил Саламатов, та-та-та-та, и самый лучший ведущий. То есть сначала появляется, на банкетах появляется сначала эта звезда, вот, а потом появляется звезда. Ладно, спасибо тебе огромное за вот этот утренний замечательный стёб, и мы за тебя, правда, искренне рады. Спасибо. Спасибо, ребят. Мы напомним, что у нас сегодня в гостях был Данил Саламатов, ведущий и победитель премии «Призвание артист» в номинации «Ведущий». Итак, далее, продолжая тему ведущих. Есть ведь целая кузница, где учат этому мастерству. Ну, как минимум, среднеспециальное учебное заведение колледжа и высшее учебное заведение Института культуры. Данная звезда, которая сидит сегодня рядом со мной, тоже, кстати говоря, вышел именно оттуда. Давайте посмотрим в его же репортаже, собственно говоря, всё об этом конкурсе. Конкурс чижек, давайте, покажу сейчас.